Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Давай с тобой поговорим» Олег Митяев и Галина Хомчик. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях просто даже страшно сказать легенда авторской песни Александр Суханов. Здравствуйте! Я вас приветствую. Представление гостя очень коротенькое. Выпускник Мехмата МГУ, а затем преподаватель МГУ, автор, исполнитель песен Александр Суханов. Вот и краткие, сухие данные. Но я вам хочу сказать, недавно я был на выставке Валерия Плотникова, замечательного фотохудожника, и поэт, один поэт сказал, что если невозможно рассказать словами, значит, это настоящее явление. Вот и поэтому такое представление Александра Суханова краткое, потому что это кумир моей молодости. И я... И моей тоже. И это кумир молодости Галины Хомчик. Вот. А, в общем-то, еще довольно молодой человек Александр Суханов. Да. Я вспоминаю просто, когда я первый раз Сашу увидела, это было в МГУ, конечно же, где мы учились, и это была сцена ДК МГУ. Ну, была там какая-то самодеятельность студенческая, то одни, то другие выходили так, более или менее известные известные в своих студенческих кругах. И потом объявили Александр Суханов. И зал взревел совершенно. То есть, это уже была величина, уже в то время, вот в начале восьмидесятых. Это уже была популярность, это уже были песни, которые народ распевал направо и налево. И вышел Саша, такой молодой, заводной. Ну, в общем, поставил всех славший. Нет, вот сейчас мы тоже поставили одну из песен Александра Суханова. Такой знакомый, родной голос, который с тобой уже всю жизнь. Вот, дорогие друзья, если вы хотите, то вы сейчас тоже услышите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все уснули до рассвета, Лишь зелёная карета, Лишь зелёная карета Мчится, мчится машине, В серебристой тишине Шесть коней разгорячённых Шляпах алых и зелёных Над землёй несутся вскачь На запятках чёрный грач Не угнаться за каретой Весь весна в карете этой Весь весна в карете этой Спите, 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 медвежата Ежата, ежата и ребята И сам, самый тихий ранний час Звон, как раз будет вас Звон, как раз будет вас Только глянешь из окна На дворе стоит весна Спят, спят мышата, спят ежата Медвежата, медвежата и ребята Все уснули до рассвета Лишь зелёная карета Лишь зелёная карета Лишь зелёная карета Продолжается программа Давай с тобой поговорим Александр Суханов у нас в гостях В гостях у Олега Митяева и Галины Хомчик Дайте уже сказать Александру Суханову что-нибудь Да, что же за передача такая Давай с тобой поговорим А говорите только вы Да, а вот мы с Митяевым так и болтаемся в программе Так как у тебя насыщенная событиями жизнь Ты безостановочно будешь рассказывать о ней Саш, давай начнем с зелёной кареты, которую мы послушали Песня историческая зелёная карета Её знают все, наверное Как она вообще появилась на свет О ней можно очень много и долго говорить Это одна из моих ранних песен И должен сказать, что она стала Моей самой удачной песней Самой популярной, самой известной И самой многоисполняемой Различными исполнителями Вот И в общем Сейчас я без этой песни Обойтись на концерте не могу Она Песня, несмотря на то, что детская Имеет различную аудиторию Слушают её взрослые и дети Ко мне подходят различные родители Которые слушали её 30 лет Они говорят, что когда-то мы её услышали сами А теперь Навязали детям Воспитываем своих детей Вот Исполняют её Самые известные Исполнители Такие, как Елена Камбура Ансамбли Песни нашего века И Многие другие Да кто только не исполняет Вот Митяев ещё только не успел Почему? Здрасте! Я её до дыр просто запел Я всё время вспоминаю, что когда я работал Электриком На стадионе «Восход» В Челябинске И Там же на катке Надо было включать музыку И я всегда ставил Кассету с Песнями Александра Суханова И выглядывал Смотрел, как люди реагируют Вот Думаю, что же они особо внимания не обращают Да как же Так Сам просто я её Сначала одну песню выучил наизусть Потом две А потом всю кассету Выучил наизусть И естественно Сколько агитбригад Сколько агитпоездов мы проехали С этими песнями Потрясающе Я не знал, что ты пел песни Суханова Потом У меня же тоже началось такое подражательство Я стал под Суханова петь Но тембр этот неповторимый И вот как ни странно Я считаю, что Александр Суханов и Александр Градский У них очень похожие голоса Очень похожие по тембру Вот вы прислушались как-нибудь потом Вот И они оба мои любимые исполнители А у меня тоже много историй связано С этой зеленой каретой Например Когда-то мы ездили Большой такой агитбригадой Журналом «Хим жизнь» На Камчатку Курильские острова И Туда ездили Сергей Никитин Женой Берковский Городницкий И я туда тоже поехал И на одном из концертов Когда я начал петь эту песню Там есть такие слова «Только глянешь из окна На дворе стоит» Я в это время сделал Тихую такую Долгую паузу И вдруг кто-то в зале сказал «Она» Пришлось переделать слова Таким образом Устала песня о любви Хорошо Это как Романс «Отвори потихоньку калитку» Некоторые считают кулинарным Это вот из этой же серии Саш, а вообще Как это все началось? Все равно интересно Как первая песня написалась? Почему вдруг У математика Да, такие Математики сухарями Считаются обычно Появилась такая Лирическая песня Какая-то первая Да Значит Когда я стал студентом Я начал писать песни Но не сразу А когда Выучил многие песни У многих тогда Известных бардах И Булата Куджаву И Юрия Висбор С которым Постепенно познакомился Здесь в Москве Вот А писать песни Начал Чуть-чуть попозже Когда у меня Появилось такое Желание Выразить себя В своих песнях Ну и естественно Не сразу Все это Накапливалось В песне Сейчас у меня Уже больше Четырехсот песен А когда-то я Даже не мог спеть Десяток Своих песен На своих концертах И пел чужие песни Но чужие В смысле музыки Или в смысле стихов? И в смысле музыки Вообще Просто как исполнитель Как исполнитель Но у тебя все-таки Есть песни на чужие стихи Их наверное большинство И есть песни на свои стихи Да Где-то две трети на чужие Одна треть на свои Вот наверное Сейчас имеет смысл Послушать все-таки На твои стихи Какую-то песню Вот Петянка Она из ранних Или когда она была Эта песня как раз Посвящена Городницкому У него есть Такая песня Про жену французского Посла Которую я когда-то Услышал Даже вот в этой поездке Я ему аккомпанировал Эту песню На концертах И когда мы Бывали в гостях У его знакомых И мне Завидно стало Завидно стало Да Зависть меня так сказать Замучила И я решил все-таки Вспомнить что-нибудь В своей жизни Может быть у меня тоже Что-нибудь было такое Но не вспомнил Ничего Пришлось брать Материал литературный Роман Бугенвиля И из этого литературного Материала я сделал Песню Жена французского посла Номер два Помню были мы Неделю На Таити Дикий остров Долгожданная Стоянка Обо мне Судите Как хотите Но всему Виной Нагая Таитянка Мы Французский Флаг на мачту Поднимали Вижу В бухту Повернули Две пироги В них Туземки Обнаженные Скучали Нам Туземцы Предлагали По подруге Капитан Прихватив Читал Слова В океане Острова Моряку Бальзам На душу Но не верю я Мне теперь Куда милей Заточение Кораблей К черту В сети Любовные Матери Наконец Наконец Они Вернули Мне Говорили Давай Давай с тобой Поговорим Олег Митяев и Галина Хомчик Беседуют с Александром Хотел сказать Розенболу С Александром Суханов И вот Как-то Сергей Никитин сказал Что барды Это люди Которые занимаются не своим делом И некоторые В конце концов Бросают Свою основную профессию И начинают петь уже Всю оставшуюся жизнь Александр Суханов Как работал Кандидатом Математических наук Так и продолжает А в свободное от работы Время пишет песни И участвует В этом движении Под названием Авторская песня Вот Что я думаю Почему ты не бросаешь Основную работу Меня постоянно спрашивают В чем дело Столько лет уже Пою И пишу песни Уже Тридцать Шестьдесят девятого года Значит сколько лет Ну сколько Тридцать пять Да Вот И никак не могу стать Профессионалом барды Многие мои знакомые Которые были Сначала где-то работали Например Вадим Егоров Да Или Юрий Да все Или Юрий Кукин Или Александр Дольский Постепенно Шли в филармонию Или просто Освобождались От своей работы Становились профессионалами И весьма успешно Занимаются этим Как бы сказать Ну бизнесом что ли Теперь Можно назвать Ушли в шоу бизнеса Делом своей жизни Я бы сказала так Делом своей жизни Вот Я с ними постоянно встречаюсь И на концертах И веду эти разговоры По поводу того Почему они знают профессионалов У меня У меня Нет такого впечатления Что я могу Работать профессионалом Я считаю Я считаю Что это мое хобби И считаю Что Барт Может быть Может Работать Непрофессионально Потому что Он Поет И исполняет песни Под гитару И постоянно Должен находиться Какой-то Интеллигентный Преподавать в МГУ Интеллигентной среде С моей точки зрения Но Таким образом Не порывая Как говорится С корнями Бардовской песни Я так понял Что отмазка Для того чтобы Не петь профессионально У Александра Преподавать в МГУ Да Я вот уже Стал Ветераном Труда Московского университета Ветераном труда В этом году Получил Почетный знак МГУ 250-летия Здорово Нет Саш Речь же идет не о том Чтобы одно заменять другим А о том что одно Может мешать другому Вот когда хочется заниматься Скажем Песней Песней Преподавание Может в какой-то момент Помешать Да Ну Кто хочет Тот всегда сможет С моей точки зрения Сочетать эти два занятия То есть тебе нравится Ты равно любишь И то и другое Да И математика Когда это необходимо А почему ты бросил играть на скрипке Значит Я имею музыкальное образование По классу скрипки Собирался поступать в музыкальное училище После окончания школы Но то что я поступил в Московский университет Сыграло свою руковую роль Я перестал заниматься музыкальными занятиями Профессиональными Но тем не менее так сказать Скрипка у меня была некоторое время Сейчас Потом я ее где-то потерял У своих знакомых А недавно на 50-летие На концертном зале России На концерте Мне подарили новую скрипку Она у меня сейчас есть Правда я Конечно же играю не так Как я играл На выпускном экзамене В музыкальной школе Но все равно помню еще А по-моему мы даже заставили тебя поиграть На этой скрипке На 50-летие Да И я с трудом Но исполнил Исполнил Мне очень достойно было Очень хорошо было Саш Но вот что касается Вообще музыкального образования Оно было такое начальное Только вот скрипчик И все Не мешает ли оно тебе Не-не-не Ну вот гитара она А гитарки как Ни в коем случае Я считаю что освоить гитару Исполнение песен под гитару Мне конечно Это мое образование помогло Потому что гитара Это тоже струнный инструмент Но музыкальная грамота И так далее и так далее Конечно это же не музыкальное училище Скажем как у Дольского Да Или не гитис как у Олега Митяева Да Но тем не менее Вот Но тем не менее Для Для С моей точки зрения Для исполнения барда Это вполне Достаточное Образование Да какое достаточное Я считаю что Гитара у Александра Суханова Это вообще Не укладывается Ни в какие понятия И является Какой-то особой Художественной ценностью Потому что Никто так не может сыграть В нашей стране Столько людей Играют под Суханова И мы можем это сейчас Послушать кстати Я увидел во сне Можжевеловый куст Я услышал вдали Металлический хруст Аметистовых ягод Услышал я звон И во сне в тишине Мне понравился он Я почуял сквозь сон Я почуял сквозь сон Легкий запах смолы Отогнув невысокие Эти стволы Я заметил во мраке Я заметил во мраке Древесных ветвей Чуть живое подобие Улыбки твоей Можжевеловый куст Можжевеловый куст Можжевеловый куст Остывающий лепет Изменчивых уст Легкий лепет Едва Отдающий смолой Проколовший меня С метоносной иглой В золотых небесах За окошком моим Облака Проплывают Одно за другим Облетевший мой садик Безжизнен и пуст Да простит тебя Бог Можжевеловый куст Пуст Александр Суханов В гостях у Олега Митяева и Галины Хомчик Давай с тобой поговорим Это название нашей программы Для тех, кто случайно включил Радио Шансон И вы можете услышать нашу программу Я просто напомню Ежи... Ой, сейчас... Каждый четверг... Ежечетвергова Можно так сказать, да? Ежечетвержно Ежечетвержно В 19.00 Вот я, кстати... Кстати, не мог вспомнить Что надо сказать Добрый день и добрый вечер Добрый вечер В 19.00 Знаешь, надо всегда говорить Здравствуйте или привет Тогда точно не ошибешься Хай, мэн Александр, а вот Такая весомая составляющая Бардовская Это посещение фестивалей Какие фестивали тебе больше запомнились? Я знаю, что ты объехал, наверное, всю страну Ну, должен сказать, что Я непременно участник всех известных фестивалей в России Когда-то в Советском Союзе И сейчас в России Но, должен сказать, что Таких наиболее полноценных фестивалей не так уж и много Среди них Грушинский фестиваль Самый, с моей точки зрения, большой Курский фестиваль Объективно? Курский фестиваль, на котором я был тоже несколько раз Соловьиная трель Соловьиная трель Ну, еще несколько Чирапинский фестиваль Да, вот Эльменский фестиваль я слышал Но ничего не могу сказать Потому что я там был только однажды приглашен И все Александр Но не приехал Значит, тебе повезло Ты не был на одном из лучших фестивалей У тебя еще все впереди Я много слышал и так далее, и так далее Оттуда очень много ребят приезжает на Грушинский фестиваль Который исполняет свои песни Я большим, так сказать, вниманием к этому отношусь А вот, кстати, о поросли Какие-то поразили тебя молодые люди своим талантом в этом жанре за последнее время? Как я излагаю? Ой! Ну, поразили Когда-то меня поразил своим талантом Олег Митяев О, как! Молодые люди Кто это? Ну, это было 15 лет тому назад, да? И с тех пор, надо сказать Староват Староват Сейчас он уже состарился Я не могу про это говорить Но сейчас, должен сказать, что талантливые барды появляются редко, с моей точки зрения То есть, как бы, соискателей вот такого звания, да? Талантливый бард Много, постоянно много молодых людей появляется на горизонте бардовской песни Но те, которые по-настоящему там остаются или завоевывают какое-то пространство, их мало А вот из последних, единственное, кого я знаю, это Шауф Есть такой, появился такой молодой Да-да-да, есть такой Молодой юлийкин Черкесский, да Кто-то мне стал говорить про Трофима Вот Юное дарование Хотя я сейчас редко его слышал, но он время от времени появляется на телевидении, на фестивалях я его мало слышал Ну и кто еще, я сейчас, конечно, так сразу не могу Саш, а что вообще в фестивалях, скажем, что тебя в них привлекает, как в действии? И что вызывает отторжение? Фестиваль это, с моей точки зрения, конференция молодых бардов Хорошо, как сказал, конференция Будь это туристическое какое-то действие, будь это музыкальное действие, как когда-то я ездил, скажем, членом жюри, председателем жюри в Астану Там был первый фестиваль, он был больше похож на музыкальный такой, музыкальный фестиваль, а не туристический, как грушинский, понимаете? Но все это объединяет таким интересом к сопереживанию На этих фестивалях барды поют песни друг перед другом, с моей точки зрения А что тебе не нравится в бардовской фестивале? Что бы ты хотел там, скажем, изменить, исправить? Мне на фестивалях ничего не могу сказать, что мне не нравится То есть все нравится? Мне все нравится, потому что вся атмосфера, это анатос и для меня праздник Замечательно А может быть мы сейчас тогда вспомним одну песню? Я вот когда ты сказал, что Митяев уже старый бард Я так подумала, что, в общем, таких призраков уже много в бардовской песне Немолодых, умудренных, убеленных, которые скоро останутся только воспоминанием Вот, может быть, в этом ключе и песенку твою послушай на стихи Верли Замечательная подводка В саду, где стужей веет от земли Два привидения только что прошли Глаза мертвы, давно уста увяли Расслышать можно шепоты их едва ли Двум призракам напомнил старый сад О том, что было много лет назад Ты помнишь наши прежние свидания Помилуй тех, чему воспоминания К тебе я снюсь, трепещешь ты в ответ Когда мое раздастся имя Блаженство наше было столь безмерно Мы целовались, помнишь, да, наверное Надежда, как лазурь, была светла Надежда в черном небе умерла В полях туманных призраки пропали Их слышал только мрак, и то едва ли Двум призракам напомнил старый сад О том, что было много лет назад Александр Суханов у нас в гостях. Программа «Давай с тобой поговорим». Что-то все больше хочется про математику как-то спросить, хотя я понимаю, что ничего изуслышанного я не пойму. А вот мы про стариков-то послушали, про призраков песни, а я бы про детство спросила Сашу. Ну, давайте вернемся, Маш, ты такая светлая, хорошая, да, в детство. Что-то ты говорил, что ты на рояле там играл в детстве. Да, ну, естественно, кроме занятий на скрипке, там был хор. Я тогда пел песни в хоре, был в пионерском лагере. И я помню, дуэтом записал со своей знакомой девочкой на радио песню. И я там слушал уже по радио свое исполнение. А какую песню? «Люблю тебя, мой край родной». А, я понял. «Люблю тебя, мой край родной». А, нет, а я просто помню на какой-то синенькой пластинке, где ты поешь с девушкой. «О, мой дом, моя земля, мой корабли». Это песня из моего первого компакт-диска, которую я записал когда-то. Это уже взрослый Суханов. Сколько я песен Суханова знаю наизусть. Первого из десяти или одиннадцати уже, я сейчас точно не помню. Дисков? То есть у тебя уже вышло больше десяти, да, можно так сказать, альбомов? Да. Потрясающе. А вот твои песни, когда ты их писал в университете, сразу подхватили ансамбли, насколько я помню, да? Ансамбль «Скай», по-моему, сделал аранжировку «Зеленый карет» или кто? Да, значит, но история более сложная. Мои песни стали исполнять по радио. Совершенно незнакомые мне голоса исполнители. И я думаю, ну что же это за ансамбль, поет какую-то мою песню про баню. И что же это за дуэт, он поет в парке песню «Уезжая в Ленинград». Я их не знаю никого. И вдруг однажды ко мне подошел Варя Алибасов в одном из театральных каких-то действий и сказал, что вот когда-то был у него ансамбль не «Нана», а «Интеграл». И они ездили по всему Советскому Союзу, исполняя эту песню про баню. Своим первым рок-ансамблем в России. И передал большую пачку авторских. Да. Экземпляров записи ансамбля «Интеграл». Извините, мы стак пели много. Тогда за год общество охраны авторских прав мне платили рубль. Но это было уже тогда очень хорошо. Тогда рубль был большой и толстый. Я, между прочим, в юности помню, что я бегала на какой-то тайный концерт ансамбля «Интеграл» в какой-то кинотеатр какой-то. Не помню, то ли «Алмаз», то ли еще что-то. Вот я ни разу не был на концерте. Не помню, играл и там, да, на Вернаме басов играл. Я просто... Играли вот эту самую рок-музыку, которая не очень приветствовалась. Это где-то, наверное, конец 70-х был. А вот это удивительно. Кстати, ансамбль «Ариэль» тоже записал песню про баню. А вот теперь «Ариэль» и так давно. И так давно. Телебинский ансамбль, да? Да. Они как бы взяли эстафету. Песня про баню, да, она очень... А недавно мне принесли документальный фильм, в котором рассказывался о русской бане. Такой довольно откровенный и хороший фильм. И там звучала эта песня в качестве... Фона. Фона, да. А как появилась песня «Собачий вальс»? Есть какая-то предыстория у нее? Песня «Собачий вальс», несмотря на то, что она серьезная, но когда я увидел эти стихи, я почему-то вспомнил свое детство. Я никогда... Но там было, кроме занятий на скрипке, были занятия на фортепиано, общей фортепиано. И я там играл какие-то пьески. Но из всего, что я тогда играл, я запомнил почему-то, что как только я сажусь за рояль, я начинаю играть «Собачий вальс», знаете, с такой... Да, да. Это то, что мы изучали. По хромограмме, что ли? Хроматической гамме, да. Хроматизм, в общем, да. И я решил написать песню. Несмотря на то, что эта песня для взрослых, она воспоминание о моей идее. А стихи? Стихи Ивана Жданова. Молодец, Иван Жданов, хорошие стихи. Мы еще пока говорим про песню «Собачий вальс», но я почему-то, когда увидела название вот этого «Собачий вальс», я решила, что это песенка детская, потому что пьеса такая детская. На эту музыку? Нет, ну пьеса-то, в общем, детская «Собачий вальс». Дети этим баловались, как, собственно, ты сам и подтвердил. Значит, когда-то, вот история вообще этой песни, когда-то такие были известные поэты, как Евгений Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, и вот они целую, так сказать, как-то сделали временной период в России, такой свой поэтический. Но с тех пор прошло уже много времени, я написал, кстати, песни и на Вознесенского стихи, она записана была в телевизионной передаче. Но прошло время, и появились новые поэты, солидные, которые завоевывали международные призвания, среди них, кстати, Иван Жданов. Вот, и я подумал, что надо продолжить традицию моего когда-то исполнения песен на стихи солидных поэтов, современных. И написал эту песню, но, конечно же, параллельно вспомнил свои музыкальные занятия. День с потерянной бронью в чужом сентябре не сильнее листвы и бумаги. За газетой, парящей среди фонарей, он увяжется тенью дворняги. За газетой, порхающей над мостовой, обливаемой шоком глазурным, Зашевелятся тени собачьей игрой, обратают ночные фигуры. Будет улица гаснуть в себе глубоко, в переулке сливая округу. Если бремя присутствия здесь нелегко, Не послать ли нам волю по кругу, Не послать ли нам шапку по воле потой, Хлебоносной воде повозвратной, Отмахавшей полмира железной верстой, Растилая утюжные пятна. Заскулят тормоза, обмотав колесо запалённой газетной холстиной, Эти тени фигуры и небо и всё, Обдавая угарную псины. День с потерянной бронью в чужом сентябре, Не сильни листвы и бумаги, За газетой парящей среди фонарей, Он увяжется тенью дворняги. Ну вот, к сожалению, и подходит к концу передачи «Давай с тобой поговорим». И я думаю, что Галина согласится со мной, Мы с удовольствием приглашаем Александра Суханова к нам ещё, Ещё и ещё, И с удовольствием будем слушать эти песни. Вот, если кто-то не всё спросил, Можно написать письмо. 105-064, Москва, улица Казакова, 16, Программа «Давай с тобой поговорим». А вообще можно в интернет. Но только надо написать, что это радиошансон, Улица Казакова, 16. Да, радиошансон. И можно даже написать «Галине Хомчик». Ну, или Олегу Митяеву, в крайнем случае. Да. Вот сейчас Александр, когда рассказывал, Что я подумал продолжить вот эту линию Создание произведений на стихи ведущих поэтов. Да, действительно, я уже сказал, Что у меня много песен и стихи известных, Но и неизвестных поэтов тоже. И когда я пишу на чьи-то известные стихи, То я, естественно, выбираю для себя самое интересное. И такого, должен сказать, Даже у самого известного поэта, Чтобы я смог написать на эти стихи песню, Очень мало, с моей точки зрения. Но одна песня, две песни получаются, А больше я не могу написать. И должен сказать, Что это вполне закономерное явление, С моей точки зрения. Потому что он писал стихи не для меня, А писал стихи для всеобщей аудитории. Каждому по одному стихотворению. Да, каждому по одному стихотворению. Поэтому, так сказать, так и получается. И не предполагал, Что ты будешь писать на них музыку, Что самое интересное. Скажи, пожалуйста, Неужели и Александр Сергеевич Пушкин тоже? Вот насчет Александра Сергеевича я очень долго держался. Когда-то я начал писать песни Незаболоцкого, Когда-то написал на стихи Блока, На стихи Ахматовой, На стихи Байрона. А Пушкин никак у меня не получался, Потому что почему-то я его считал прекрасным поэтом. Стихи его просто обожали. Я считаю, что никто лучших стихов не пишет в России до сих пор, С моей точки зрения. Так, может, поэтому и страшно было на Пушкину-то замачиваться? Это был феномен. Ну, может быть, Лермонтов может с ним поспорить. Но все равно, с моей точки зрения, он повыше Лермонтова. Вот. И я как-то не решался написать на стихи. И вдруг, вот, недавно, Какую-то передачу меня просили написать песни на стихи Пушкина. Я долго-долго выбирал и выбрал вот эту одну песню, Элегию, философское размышление, Которое для него очень редкое стихотворение. Я думаю, что мы в конце программы послушаем эту песню, Но мне хочется вот что понять. Ты вот сейчас говорил там, да, стихи известных поэтов, Как ты их выбираешь? Я обращала внимание всегда, И обращаю на это внимание тех, Кто слушал сегодняшнюю программу и слушал твои песни. У тебя нет практически мрачных стихов. То есть у тебя есть грустные стихи, Лирические стихи, на которые ты пишешь песни. Но мрачных песен у тебя нет. От таких вот, от которых хотелось бы удавиться. Ну не удавиться. От которых удавиться хотелось бы нет. Когда-то я тоже об этом подумал. Действительно. Почему это у меня нет мрачных? Я написал целый цикл песен ужасов. Нет, ну два привидения, это не песни ужасов. Нет, а там какой-то был хруст. Можжевелый куз, да. Но это не относится к этому. Нет, не куз, да. Ну скажи, какие песни вы уже сказали. Была, например, песня «Провокатор». Да, да, да. Этот вот человек на соратника сделал донос. Да. Его отсеченную голову он положил на поднос. Ты понимаешь, там с твоей музыкой Эта песня приобретала совершенно другое звучание. Ироничное оно получалось, а все равно не мрачное. Согласен. То есть ты никого не напугал этим? Мерее пугать, да. Вот. Почему? Это же жизненная столовка такая. Я считаю, что я нахожусь в рамках бардовской песни. Она в большей своей части иерическая. И никакая не ужасная. Она грустная в основном. И, так сказать, я не могу выйти за ее пределы. У меня в руках гитара, инструмент, с помощью которого я пишу песни. У меня мой голос, инструмент, с помощью которого я исполняю. У меня мое, так сказать, воображение для того, чтобы написать под гитару песню, которую я могу исполнить на публике. И слава богу, потому что ужасные песни будут петь другие люди и под другие гитары. А все-таки я надеюсь, что песня «Элегия», я правильно предположу, если скажу, что она написана не только с одной гитарой, а все-таки ты воспользовался услугами хороших музыкантов. Да, но это уже было потом. То есть ты не возражаешь против красивой аранжировки, да? Да, да. Мне очень иногда нравятся аранжировки различного направления. Вот сейчас много появилось там две гитары, исполнение под две гитары, исполнение под ансамбль инструментальный. С моей точки зрения, когда это сделано хорошо, это прекрасно. Что и подтверждает песня Александра Суханова. Мы прощаемся и с удовольствием послушаем Александра Суханова. Между прочим, мы послушаем Александра Суханова на концерте в Доме журналистов, дорогие друзья. Концерт состоится 22 марта. У вас еще есть возможность купить туда билеты. А мы же с Митяем обязательно пойдем туда. Да, 22 марта ждем вас, дорогие друзья. Безумных лет, угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье. Но как вино печаль минувших дней, душе моей, чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе. Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать. Но не хочу подруги умирать. Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения Меж горести, забот и треволнения. Порой опять гармонией убьюсь. Над вымыслом слезами обольюсь. И, может быть, на мой закат печальный Блеснет любовь улыбкою прощально.